Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачёв, и сегодня у нас обзор на... Нет, не на этот нейлер, который мы обозревали в прошлый раз. Это бытовой шпиличник от Блокендекера, который себя неплохо показал. Можете посмотреть ролик, ссылочка будет где-нибудь здесь или здесь. А профессиональный, в два раза более дорогой, девольтовский DCN680, работающий от прямого штифта. Мы его, на самом деле, долго ждали. Наконец-то он у нас. Ну, давайте посмотрим его поближе. В коробке, на самом деле, ничего интересного не идёт, ну, кроме гарантии. Покупайте, старайтесь покупать инструменты у официальных дилеров, чтобы не лишаться её. Значит, здесь всё просто. Обойма работает без проблем. Регулировка глубины находится вот здесь. Видно достаточно неплохо. Запасные носики расположены также здесь. Их три в комплекте. Подсветка явная, неформальная, а действительно полезная. Здесь рассеиватели стоят, светодиоды яркие, как видите. И самое главное, что отличает его от бытового нейлера, это возможность выбора режимов работы. Одиночный выстрел, как был у бытового нейлера. И вот такой вот очередью, грубо говоря. Посмотрите его в деле сейчас, я покажу. Ну, и давайте коротенько по тем характеристикам, которые указаны на самом нейлере. Пользоваться нейлером, прежде всего, здесь указано можно только образованным людям, которые хотя бы умеют читать. Дальше то, что нейлер работает от 18-ти вольтового источника постоянного тока, то есть 18-ти вольтовых аккумуляторов. Далее, размер гвоздей у нас, гвоздей, штифтов, как угодно. От 15-ти до 54-х миллиметров. Угол наклона этих гвоздей 0 градусов, то есть это прямые гвозди. 110 гвоздей у нас заходит в обойму. Смазывать нейлер не надо. Ну и тип 18 ГА, так называемый. Или G-A, если хотите. Нейлер сертифицирован как только вообще можно. Ну и, конечно, конечно, это же так важно. Нейлер сделан в Чехии. Так, ну давайте попробуем его в работе. На той же самой доске, которая у нас использовалась и для предыдущих тестов. Аккум ставим маленький, потому что ему достаточно и такого. А вес имеет значение. Да, да, тут, конечно, есть рычажок сброса при заклинивании, как и у любого другого деольтовского нейлера. Блокировка. Выстрела также присутствует. Обратите внимание на возможность очистки нейлера при каком-то неудавшемся выстреле. Или если что-то попадает внутрь, вы вот таким образом делаете, отстегиваете здесь. И вот так вот весь механизм у вас на виду. Можете очистить направляющие, достать застрявший гвоздь и так далее. Закрыть тоже просто. Раз, два. Нейлер готов к работе. Смотрите, начнем с одиночного режима. Это то, как работает и бытовой нейлер в таком режиме. Выстрел в одиночном режиме происходит следующим образом. Мы прижимаем нейлер к заготовке и затем нажимаем кнопку. Происходит выстрел. Вот он. То есть на каждый выстрел я должен сделать нажатие после того, как выжму вот эту вот предохранительную скобу. То есть раз, два. Раз, два. Раз, два. Но мы же с вами профессионалы, правильно? Поэтому ставим автоматический режим и получаем следующую работу. Следующий порядок работы. Выжимаем кнопку. И поехали. Видимо, не хватает уже скоб для... Да, их недостаточно, чтобы дальше работать. Надо добавить. Сейчас добавим. Попробуем его перегрузить так же, как перегрузили бытовой. Нормально-то. Уже больше зажаренный. Ну давай. Гвоздь будем использовать самый большой. Пятидесятку. Давайте сразу подготовим несколько, чтобы не ходить туда-сюда. Выкрутим на максимум. По глубине. И поехали. Не, будем в автоматическом режиме работать. Да, рука устанет раньше, чем нейлер, но сдаваться не будем. Так. Застрял гвоздь. Закончились это. Поехали. Да, у нас тут шкала есть в сантиметрах и вынчат. Возможно, кому-то пригодится. Поехали дальше. Вот примерно на двухсот гвоздях бытовой нейлер уже начинал перегреваться. Этот, в принципе, норм. Понятно, что в реальной жизни никто так забивать гвозди не будет. Но здесь мы проверяем его перегрузочную устойчивость. На самом деле, некоторый запах тоже есть, но я не чувствую, чтобы он перегревался. Он нигде не горячий. Возможно, это просто запах нового двигателя. Продолжаем. Сучок давайте. Все нормально. Аккумулятор сел лишь на одну. Поэтому имейте в виду, что даже двойки достаточно для бесщеточного нейлера такого. На самом деле и щеточный был достаточно энергоэффективным. И вполне себе неплохо работал и от полторашки. Ну, нейлер особо не греется. И дальше продолжать смысла я тоже не вижу. То есть он чуть-чуть теплый. Мощность у него не пропала. Забили мы уже достаточное количество гвоздей. Штук, наверное, 400. Сбоев нет. Давайте добьем еще эти гвозди. Максимально быстро. И на этом с испытанием его на надежность все. Попадать друг в друга. Вот столько примерно мы не добиваем. Замечательная штука. Да, еще один вопрос. Меня часто спрашивают. Слушай, Руслан, а вот можно ли выстрелить из этого нейлера? Ладно, не спрашивают. Это мне самому интересно. Давайте попробуем. На самом деле, нет. Это будет скорее не выстрел. Это будет такое выплевывание гвоздя. Потому что, чтобы гвоздю передать всю энергию, его нужно во что-то упереть. То есть это безопасно. То есть это безопасно. Вот такой замечательный нейлер у Деволта получился. На самом деле у Деволта все нейлеры такие порядочные. Поэтому этот не исключение. Он у нас будет достаточно популярным. Повторюсь, за счет дешевой оснастки. Для кого бы я его посоветовал? Конечно, для профессионалов. Им можно и нужно зарабатывать. Если вы берете нейлер для себя, то, скорее всего, вам хватит и вот этого. Не забывайте про наш телеграм-канал. Там всегда много розыгрышей. И просто интересно пообщаться. У нас там чат открыт. Подписывайтесь на нас, если не сделали этого до сих пор. Ставьте лайки. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok